Это город Эсс, меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте! Как вы думаете, какая связь между бизнесом, пиаром и социальной ответственностью? Как может благотворительность изменить имидж предприятия? И зачем вкладывать деньги в добрые дела? Об этом попробуем поговорить сегодня. У нас в гостях исполнительный директор премии «Серебряный лучник Самара» Татьяна Мокшина. Добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! Татьяна Владимировна, что это за лучник такой серебряный? Я думаю, что есть люди, наверное, которые впервые слышат это название, честно говоря, столкнулась впервые сама, только когда решили там поучаствовать. Я думаю, что это вполне нормально, потому что на самом деле это такая профессиональная премия в области развития общественных связей. И, наверное, ее не должны знать широкая общественность, но со временем эта премия приобретает все больше вес в том смысле, что она начинает влиять своими проектами на состояние жизни общества. Поэтому сегодня уже многие люди знают, что такое серебряный лучник. Это проект, который затевался 17 лет назад в Москве. То есть когда вот еще отрасль развития связи общественности только в нашей стране начиналась. И вот начинатели этой отрасли решили придумать проект, где профессионалы будут представлять свои результаты, итоги своей деятельности. И вот этому проекту уже сегодня 17 лет, если говорить о России. Это премия номер один. Несмотря на то, что есть другие, она сохраняет за собой лидерство. И эта премия сегодня реализуется во всех наших основных регионах. В частности, в Поволжье, в Самарской области. И вот уникальность Самары в том, что у нас не только есть премии, которые реализуются на этапе федерального округа, но и есть премии, которые реализуются на уровне Самарской губернии. А вот чем это объясняется? Не так много региональных лучников. Региональных лучников 7, то есть они по округам фактически, да. А в Самаре, ну так сложилась, наверное, история традиционно. У нас была своя премия, в свое время она называлась «Большой круг». И вот эта премия, ну мы, как одни из организаторов этой премии, знали условия, знали людей. И таким образом постепенно это просто реализовалось вот в региональный этап, в областной этап «Серебряный лучник Самара». Нам удалось договориться с организаторами. Они очень были заинтересованы популяризацией этой идеи на нашей территории. И в результате «Серебряный лучник» сегодня уже в Самарской области реализуется в четвертый раз в этом году. По итогам работы предприятий, бизнеса, органов власти, общественных организаций в 2013 году. А вот 17 лет – это достаточно весомый отрезок времени. Как Вы считаете, чем обусловлен авторитет именно этой премии? Почему она год от года, собственно, только приобретает все большие весы? Знаете, вот интересно эту реальную историю этой премии изучать, потому что она как живая жизнь. Вот даже каждый год премия отличается немножко и по составу номинаций, да, и по составу проектов. Вот в свое время я просто состою в экспертном совете национальные премии и уже давно читаю российские проекты. В свое время очень много было бизнесовых проектов. И они были интересные, они были мощные, масштабные. Постепенно ситуация складывалась таким образом, что очень много стало рождаться и реализовываться проектов благотворительных, проектов социальных. Два года в премии существует номинация «Спортивный образ жизни», «Продвижение здорового образа жизни». И эта номинация набирает популярность, активность, и реально очень много интересных проектов здесь выставляется. Поэтому как бы меняется немножко наша жизнь, меняется состояние общества, и меняются, соответственно, проекты, которые выдвигаются на эту премию. Насколько мне известно, самарские проекты вызывают такую весомую оценку на федеральном уровне уже не первый год, да? Ну да, вот Самарскому конкурсу 4 года, нашему региональному этапу, первое, что могу сказать, у нас традиционно много проектов. Всегда больше 30, где-то в районе 30-40 проектов. Фактически это количество проектов, которое равняется количеству проектов, которые генерят такие регионы, как Сибирь, Дальний Восток, Центр. То есть одна область, как вот целый большой регион. Раз. Второе. У нас реально сильные проекты, традиционно 10 проектов входят в шорт-листы, бывают представлены, три из них обязательно бывают представлены на национальной премии. И многие проекты, они получили высокую оценку. Один из наших пиар-специалистов самарских стал мастером. Это такая очень почетная премия, почетное звание. Один из самарских проектов получил премию в области в номинации «Лучший бизнес-проект». Ну и вот мы сидим здесь сегодня у вас, и ваш проект в прошлом году в номинации «Благотворительные проекты» получил премию Общенационального благотворительного фонда, который являлся учредителем вот этой номинации. Ваш проект «Право на маму». О предстоящем пока давайте конкурсе. Он чем-то отличается от предыдущих? Что-то новое в этом году будет или как? И насколько, сразу же вам 10 вопросов, что неправильно, насколько много в этом году желающих поучаствовать? Вы знаете, я думаю, что будет порядка 40 проектов, потому что у нас сейчас есть церемония проведения конкурса. До 16-го числа мы собираем заявки на конкурс, до 25-го числа мы должны уже собрать проекты, которые будут участвовать в конкурсе. Потом они выходят на оценку жюри конкурса, а где-то от числа 25-го традиционно января мы проводим церемонию подведения итога, проводим публичные лекции, где авторы проектов рассказывают о содержании своих проектов, защищают, можно сказать, их, и где получают свои награды. Вот на сегодняшний момент уже порядка 30 проектов поданы заявки, я думаю, что где-то около 40 проектов в этом году будут выставлены. Что нового в нашем конкурсе в этом году? На федеральном этапе, на федеральном уровне новое то, что этот проект начинает развиваться активно и в других странах. То есть он сейчас реализуется в Америке, реализуется в Израиле, в ряде европейских стран он стартует, наверное, в этом году. То, что касается Самарского регионального этапа, нам разрешено вводить дополнительные номинации, и мы ввели, мне кажется, такую очень интересную, очень актуальную номинацию, как промышленный туризм. Потому что наш город всегда был промышленным, и многие промышленные предприятия имеют в своем составе очень интересные музеи. И вот я помню даже по своему детству, что была такая тема, как профориентация. Мы ходили по предприятиям, узнавали, чем занимаются наши мамы и папы, наши соседи. И из этого, наверное, складывалось какое-то представление ребенка о взрослой жизни. И мы считаем, что это правильно, это здорово. В Европе сегодня очень развит промышленный туризм. То есть люди собираются какими-то компаниями, договариваются с предприятиями, посещают эти предприятия. И идут поработать металлургами, например. Получают какой-то опыт. Ну, вот интересно, как организован бизнес где-нибудь в каком-нибудь немецком концерне, например. Очень многие, кстати, бизнесмены так проводят свой досуг. И мы решили, что тема промышленного туризма в таком промышленном городе, как Самара, она имеет место быть. Мы не рассчитываем на большое количество номинантов и проектов в этой номинации. Но мы считаем, что со временем это может стать очень интересная номинация. Мы также ввели еще одну очень сложную номинацию, которая называется «Самарский бренд. Стори-теллинг». Сегодня тоже эта тема очень модна, потому что, ну, очень сложно власти бизнесу рассказывать о себе через какие-то такие человеческие коммуникации. Поэтому рассказывание истории – это вот тема сегодня очень актуальная. Рассказывание о себе через истории. И мы бы хотели, чтобы и в эту номинацию поучаствовали участники нашего проекта, хотя она, конечно, очень такая новая и непростая. Но мы подробные консультации о том, как в этой номинации принять участие, даем, к нам можно обращаться, мы расскажем обо всем более подробно. А вот получается, что с внедрением новых номинаций вы тем самым провоцируете создание какой-то новой работы предприятий, в том числе промышленный туризм и бренды и так далее. Можно как подачу это считать? На самом деле мы хотели, чтобы люди тоже об этом задумывались, но недаром раньше на всех предприятиях были интересные музеи. Другое дело, что эти музеи соответствовали веяниям того времени. Сегодня, может быть, и сегодня есть уже такие музеи, которые в таком виртуальном киоске размещаются. И там можно виртуально посмотреть и увидеть, как устроен бизнес предприятия. Но сегодня тоже предприятию надо рассказывать о себе. Вот у нас в свое время был один клиент, крупная международная компания. И благодаря тому, что мы водили журналистов на предприятие, они видели, как организовано предприятие, что там нельзя из одного цеха ни в коем случае проникнуть в другой цех. Когда случилась антикризисная ситуация, то мы смогли оперативно и эффективно в этой ситуации поработать, потому что люди понимали, как там все организовано, и что ничего подобного, о чем пишут, произойти там не могло. Поэтому реально, когда бываешь, допустим, в Германии, у них же каждый автоконцерт имеет свой музей. Музей BMW, музей Audi и так далее. Там безумно интересно. Посещение этого музея стоит денег. Ты платишь 9 евро или 18 евро, и за твои деньги тебе еще рассказывают о том, какой это замечательный концерт. Мне кажется, это отличная идея. Вы смотрите «Город Эс». Сегодня у нас в гостях Татьяна Мокшина, исполнительный директор «Серебряный лучник Самара». Это серьезная национальная премия. У нас в единственном, да, я правильно понимаю, единственный город, может похвастаться тем, что это, конечно же, Самара. Татьяна Владимировна, мы сейчас вот говорим, вот проект, проект принят, проект победил. Но «Серебряный лучник» такой специфический конкурс, в котором недостаточно этот проект прислать на рассмотрение жюри, правильно? Ну, первое, что учитывается, проект должен быть реализован. То есть он должен уже идти из жизни. И мне кажется, вот в этом как раз большой смысл этого конкурса, потому что этот конкурс порождает какие-то проекты, которые нашу жизнь изменяют, и я думаю, что к лучшему. Вы знаете, мы вот с нашим главным редактором, с Ириной Толгаевой, на всех этапах «Серебряного лучника» защищали наш проект «Право на маму». Я думаю, нашим зрителям, наверное, на примере «Право на маму» будет понятно, потому что они наверняка знают, о чем идет речь. И вот колоссальное количество энергии, волнения отнимала именно защита. То есть написать-то мы его написали, мы его реализовали, но получается, что очень важно его правильно преподнести? Ну да, я считаю, что вот в этом конкурсе есть три таких основных этапа. Первый этап – это придумать и сделать хороший проект. Ну, без этого просто участие невозможно, да? Второй этап заключается в том, чтобы правильно это все описать. Потому что, ну, любой проект читают люди, да? Это вот как в спорте. Есть виды спорта, где сантиметры и секунды определяют победителей, и там все просто, да? И то бывает очень много драматических моментов. А есть такие виды спорта, как фигурное катание, где, в общем-то, оценка судей немножко субъективна. Вот в «Серебряном лучнике» есть такой момент. Судят конкретные эксперты, конкретные люди с какими-то своими жизненными воззрениями, ценностями, устремлениями, да? С пониманием, как должны быть реализованы проекты. Поэтому я вот считаю, при описании проекта важно уделять двум вещам внимания. Важно, ну, соблюсти правила описания, которые установлены, да? И дать пищу как для ума, так и для эмоций. То есть рассказать о стратегии реализации проекта, показать его результаты – это с одной стороны. А с другой стороны – наполнить этот проект каким-то эмоциональным содержанием. И вот я, поскольку присутствовала на защите вашего проекта, и вот мне кажется, как раз ваш проект победил, потому что там было и то, и другое. Там был потрясающий результат. На то время это было около 20 ребятишек, которые нашли свои семьи, да? И там была потрясающая эмоция, соответственно. Ну, там, мне кажется, было эмоции уже, наверное, даже перебор, как мы анализировали защиту. И к третьей защите уже постарались эмоции как-то сдерживать, хотя понятно, что проект рожден здесь, выношен, вышел в свет и так далее. Ну, а как… вот понятно, что сам проект, он результативен, и говорить о его важности и полезности, ну, в общем, понятно, да. Но он же участвовал в конкурсе именно имиджевых пиар-проектов. Вот очень сложная для меня, например, была связь между имиджем и благотворительностью. Но мы не единственные. Сегодня вы говорите, что проектов все больше таких становится, правильно? Да, вот у нас в конкурсе, первое, есть благотворительная номинация, это благотворительные социальные проекты, лучший проект в области благотворительной деятельности. Вот первый год, вернее, второй год реализации в Самаре этого проекта, у нас было всего их семь. В прошлом году уже было 11 этих проектов, да, я думаю, что в этом году будет не меньше. То есть количество вот проектов в этой области растет. Причем мне кажется, что очень здорово, что эти проекты продуцируют не только сегодня власти и бизнес, но и разные общественные организации, даже какие-то свободные объединения людей. Вот у нас есть такой клуб «Велосамара», да, ну, казалось бы, просто ребята объединились для того, чтобы покататься вместе на велосипедах. Но они ежегодно уже на протяжении вот третьего года, по-моему, реализуют очень интересные проекты, привлекая все больше и больше количества людей в свое сообщество. И это реально интересные проекты, которые пропагандируют, ну, здоровый спортивный образ жизни. Это, кстати, еще одна номинация, которая тоже имеет очень такой сильный социальный подтекст, да. И еще одна номинация – это продвижение территории. Потому что, когда мы живем в каком-то регионе, когда мы в этом регионе что-то создаем, мы на самом деле продвигаем не только себя, но и ту область, где все это происходит. Проект «Право на маму» задумывался нами в первую очередь, конечно же, для привлечения зрительского интереса, ну и тем самым для создания имиджа телеканала. Но он очень быстро перешел в другое направление и стал именно благотворительным. Я хочу сказать, что в такие проекты приходится достаточно много вкладываться и финансово, и морально, ну и много еще разных аспектов. Как много вообще сегодня желающих предприятий вкладываться в свой имидж именно посредством усиления какой-то социальной ответственности? Это все вот просто так ведь не дается. Вот знаете, конечно, ситуация сейчас очень меняется. Я помню время, когда мы, как специалисты, не очень понимали, почему западные компании вот работают через в основном благотворительные проекты. Формируют свою репутацию, свой имидж через благотворительные проекты. Сейчас не только международные компании, но и крупнейшие российские компании все большее количество благотворительных проектов реализуют в своей деятельности. И на эту же дорогу, как бы, безусловно, уступают и какие-то властные структуры, да? И мы понимаем, отвечали для себя на этот вопрос и поняли, что ведь вот смысл нашей деятельности заключается в том, чтобы, ну, скажем, как челноки взаимодействовать с различными структурами и урегулировать эти отношения. Там бизнеса с широкой общественностью, властью, с бизнесом и так далее. И вот эти проекты, они как раз позволяют, ну, допустим, бизнесу рассказать о себе своим клиентам, своим партнерам. Они позволяют найти какое-то высокое намерение. Ты знаете, вот есть такая тема, чем выше намерение, тем проще достигаются, ну, такие результаты, как финансовые и все остальные, более результаты низкого уровня. Когда Форд поставил перед собой задачу изобрести народный автомобиль, да, ему, конечно, хотелось сделать бизнес. Но вот эта вот идея народного автомобиля, который будет у каждого представить тогда, что это вот могло быть, да, и при отсутствии даже многих технических возможностей, которые на тот момент существовали, то есть его намерение лежало за пределами его жизни, да. Но именно поэтому машины Форд до сих пор популярны, именно поэтому Форд в мировой истории бизнеса был и остается не только самым богатым человеком, но и самым удающимся бизнесменом. Поэтому, мне кажется, вот этих вот проектов все будет больше, потому что сегодня у общества есть запрос на, ну, какие-то очень социальные темы, социальные тренды, скажем. И бизнес, и власть хотят они этого, не хотят, они должны отвечать на эти запросы. Ну, а есть здесь, как вам кажется, с этической точки зрения, некий элемент лукавства, когда хитрые пиарщики с целью, предположим, увеличения финансовой прибыли, либо имиджа, либо так далее, а говорим, вот какие мы, смотрите, мы занимаемся благотворительностью. Вот, Инесс, вы сейчас сказали тому, что мы придумали проект для того, чтобы увеличить свою осмотребельность. Вроде бы, как, казалось бы, циничная цель, но в результате реализации проекта, вы сами сказали, эмоциональное приобщение произошло. Но самое главное, на сегодняшний день уже, по-моему, более 30, да, ребятишек нашли. Вот, чтобы не стояла какая бы коммерческая идея за вот этим результатом, мне кажется, это важно. Что самое важное в этом проекте, что ребятишки находятся ими, и этот проект будет продолжаться, и он вас вдохновил, воодушевил. Я думаю, что вы еще на базе вот своей компании придумаете не один такой проект, потому что вы видите, как вот это может изменить жизнь. Поэтому, мне кажется, если бизнес, задача или там задача власти работает на благо людей, для которых трудится власть и бизнес, то это только улучшает нашу жизнь. Не стоит копаться в том, что первично, да. Ну, вот знаете как, это вообще тема благотворительности, это такая очень сложная тема. И я бы даже сказала, что в различные этапы исторические меняются отношения. Вот недавно мы были на инвестиционно-торговом форуме, и наш историк-крывет Глеб Алексушин рассказывал о том, как много самарского купечества вкладывалось в благотворительные проекты. Ну, там, для чего они вкладывались, там, мы не знаем даже, там, для чего. Вот, сейчас только можно предположить, для того, чтобы там отмолить свои грехи, там, или для того, чтобы, я не знаю, о них узнали, или еще для чего-то. Но дело в том, что это улучшало реальную жизнь людей, там, это создавало и какие-то учебные заведения, и дома сиротские, и так далее, да. Потом как-то вот в 90-е годы особой моды у нас на благотворительность не было, да. Сейчас все большее количество людей, причем не только в бизнесе, но и просто людей понимают, чтобы жить в обществе, надо быть полезным для общества. Надо что-то делать на личностном уровне для него. На федеральном уровне и на самарском, в общем-то, уровне победителями «Серебряного лучника» становятся достаточно крупные с точки зрения капитализации масштабов предприятия. Ну, это, наверное, объяснимо, потому что есть возможность сделать проект ярче и масштабнее за счет вложений. Скажите, каковы шансы, и вообще много ли таких историй, когда никому неизвестное маленькое предприятие становится победителем конкурса? На самом деле, вот, даже не совсем так, даже я бы сказала, что сегодня совсем не так. А повергнете. Понятно, да, что когда вот читаешь какой-нибудь проект «Северный морской путь», да, понятно, какие там работы со стейкхолдерами, там, убеждения их в том, что ничего не произойдет, там, ничего не разольется. Конечно, понимаешь, что это огромный проект, за которым стоят и огромные финансовые вложения, и огромные ресурсы административные, человеческие и так далее. Но побеждают зачастую вот рядом с этими проектами и другие проекты. Вот года два, не прошлый год, а позапрошлый, победил на лучнике проект, который назывался «Контрольный диктант». То есть его придумали в Новосибирском университете. Прекрасный проект. Прекрасный проект, и самое главное, и за счет чего он победил? Не за счет того, что там были вложены какие-то деньги, никаких денег вообще в проекте не было, но они собрали, я не буду сейчас врать, но порядка 20 тысяч человек за счет хорошего текста, написанного Стругацких, и за счет интересного прочтения этого текста каким-то там очень известным диджеем, этот проект, вот туда захотели прийти люди, захотели прийти диктанты, захотели потом получить информацию о том, как они его написали. Аплевку, фактически. И вот этот вот с нулевым бюджетом проект, который был создан совсем не специалистами в области связи с общественностью, а просто преподавателями и студентами Новосибирского ВОЗа, вот приобрел такую популярность. То есть, на самом деле, далеко не самые масштабные по вложениям проекты побеждают, побеждают проекты, за которыми стоят какие-то красивые идеи, и, ну вот, мне кажется, реальные изменения, которые они вносят в жизнь. Ну, мы были в ужасе, конечно, когда шли на говногу с тем же Норникелем, с Газпромом и так далее, в общем, было очень страшно, было понимание, что ну как это, ну вот, могу сказать, что, видимо, лоббирование не происходит на уровне подведения итогов. Ну вот, знаете, это очень, это, мне кажется, вот я уже давно в экспертном совете, я, ну, правда, ни разу не встречалась с тем, чтобы там кого-то уговаривали, кого-то подкупали. Другое дело, что эксперты, они люди, они имеют некие свои пристрастия, да, и они свой голос субъективный отдают каким-то конкретным проектам, да. Но это может быть и не так плохо. Вот мы, недавно я в воскресенье проводил такой интересный очень проект, кстати, который реализованный, я думаю, что мы его тоже, ребят, уговорим выставить его на серебряный лучник, Science Slam. Это когда молодые ученые, просто там аспиранты, просто студенты представляли какие-то свои научные идеи, разработки. Это проект, направленный на популяризацию науки, молодых ученых, их образы жизни, он такой веселый проект, он там не то, что они там все в очках, а такие строгие. Они на территорию там трех оленей презентовали эти проекты, народ за них голосовал. Так вот, я наблюдала, там выступала одна девочка, у нее была очень интересная юридическая тема про независимость судебных органов. И я как-то так подумала, думаю, а действительно, вот если бы мы опирались просто на факты, да, которые зачастую говорят, ну, против человека, да, то, возможно, какие-то люди бы были наказаны, ну, потому что факты против них. Но когда есть человек, который что-то чувствует, что-то понимает, да, вдруг возникает, ну, новая оценка ситуации. Поэтому я даже рада, что эксперты все разные, что они по-разному все судят, по-разному все оценивают. Я вот увлекаюсь фигурным катанием, я всегда ледниковый период смотрю, я вижу, что по-разному люди оценивают один и тот же факт, но в этом, как бы, и, мне кажется, такая фишка преимущества проекта. — Когда самарские победители лучника выходят на национальную премию в Москву, ну, мы уже поговорили о том, что лоббировать не получается, как вы вообще, все равно же за своих, наверное, болеете? — Нет, конечно, за своих болеем, но здесь вот надо понимать одно. Вот практика показывает, что вот, ну, вот вам повезло, вы сразу выиграли, но обычно сразу не выигрывают, да, нужно какое-то время для того, чтобы приноровиться к формату. Вот там и наше участие в этом проекте, и участие других самарских компаний многих, да, говорит о том, что надо раз, два, три поучаствовать для того, чтобы одержать победу, чтобы понять, а каковы требования, а какие вопросы задают эксперты, а что ценится, а что не очень. То есть это вот, ну, пройти через ситуацию. Мы, конечно, пытаемся ее объяснить даже, как бы пытаемся, вот, если проекты презентуются на национальной премии, мы даже помогаем готовить эти проекты, эти презентации к выступлению. Но все равно это надо самому постараться, самому почувствовать. Вопрос от зрителей. Серебряный лучник, вероятно, рассчитан на узкое сообщество. Как мы можем, простые горожане, быть вовлечены в этот проект, и чем мы можем быть полезны? Вот мне кажется, что в городе происходят какие-то события, да, или там, допустим, горожане хотят, чтобы там происходили какие-то события. Мне кажется, вот у вас есть проект, я знаю программу «Чистый двор», да, как он точно называется? Да, совершенно верно. То есть в этот проект были вовлечены очень многие жители нашего города. Этот проект такой очень, мне кажется, хороший, интересный, он очень такой вдохновляющий. Я вот всегда смотрела, да, и думала, вот что же, мне надо тоже взять какое-то средство, лопату или совок, и выходить. Правда, но от нас зависит то, в каких дворах там мы живем, да. И в Беларуси же убираются, и всех поражает чистота этой страны. Вот поэтому, как бы, я считаю, что вот этот вот проект, к которому очень многие имеют отношение, он тоже имеет право быть представленным на лучнике. А тогда героями этого проекта становятся, ну, просто жители нашего города. Да, еще, мне кажется, жители нашего города могли бы послать какие-то социальные запросы. Давайте сделаем вот такой-то проект. А куда они эти запросы должны посылать? Сразу, чтобы было понятно. Ну, я не знаю, это вот я сейчас, конечно, понятное дело, сфантазирую. Ну, там, вам посылать в какие-то программы, да, власти посылать. У нас же сейчас уже власть открыта, общается с жителями города. И, возможно, какие-то идеи, ну, как рождаются хорошие проекты, какая-то идея понравилась, она бывает поддержана, а потом реализована. Ну, кстати говоря, надеюсь, нас сейчас слышат, наши зрители внимательно слушают. Действительно, если с помощью телезрителей мы бы создали еще какой-то интересный проект, победили бы на Серебряном лучнике, было бы здорово. Потому что, на самом деле, а вот, наверное, раньше, ну, так ярко уже, начиная с права на маму, мы стали говорить о том, что Самарагис – это социально ориентированный канал. Не просто говорить, а, в общем, мы можем это подтверждить фактами. Поэтому вот, не просто вот мы говорим о том, что вот здесь специалисты по связям с общественностью, а вот здесь город. Все достаточно тесно связано. Ну, даже, да, что кто-то придет изменить нашу жизнь, так это очень наивно, да. Вот много говорят о, там, гражданском обществе, но мне кажется, это правда, люди должны объединяться ради каких-то инициатив и что-то делать хорошее, да, и описывать это хорошее, да. То есть, сегодня, к сожалению, такое время, что вот правда, вот эта вот фраза, которую мы любим в пиаре, да, «мало быть хорошим парнем, надо, чтобы об этом узнали другие», она очень важна, да. И это и власть тоже провоцирует на какое-то развитие, на реализацию многих проектов. Вот не в прошлом, а в позапрошлом. Татьяна Владимировна, ну, к сожалению, не доскажем сегодня, но вот ваша эта замечательная фраза «надо, чтобы об этом узнали». Спасибо, что были с нами. Встретимся в городе АЭС. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АЭС.